Обычное поле, да? Да, обычное. Стерня после уборки. Совершенно правильно. И мы этот агрегат запускаем по стерне. По стерне, да. И гарантирую, что на этом поле будет то, что мы хотим. Несмотря на то, что тут море травы. Гарантируем. Ты сколько посеял на этом агрегате? 100 гектаров. 100 гектаров. Твое мнение и впечатление? Ну, нормально, я думаю. Ну, ты думаешь, мы на этих почвах получим результат? Будем стараться с ней внахом. Стараться, это понятно, но нам бы не промахнуться. Главное, чтобы мы получили урожай. А то, что мы безотвально пахим, я думаю, что первый год надо попробовать. Половину так посеять, а половину припахать обычной. Так, это не так? Да. Ну, давай попробуем. Первыми лапами сантиметров 25-30 на глубину. Одновременно с этими ведутся минеральные удобрения. Вот так этот слой на глубину 30 сантиметров. А затем вторые сошники идут и разглаживают семена. Рапс он селит, да? Рапс. На одинакового глубину. У него там автоматизировано, он видит все, если вдруг там высева нет. Каждый сошник. И по минеральному удобрению, и по этому всем позерновому. Все его выводится на компьютер, вы видите. Сходы когда будут? Я думаю, в течение 4-5 дней будет стоять. 4-5 дней, да, скорее всего. Погода хорошая. Хорошая. Да. Главное, что равномерно раскладывает. Это между рядками расстояние, это, да? 30 сантиметров, да. А сезерновые сезерн 15 сантиметров. Ну, и зерно, и кукурузу можно ими работать. Ну, будем пробовать здесь. В хороших хозяйствах, там, где уже опыт есть, то безотвальная обработка почвы и посев по стерне – это хороший вариант. Хороший. Но надо, особенно здесь, на севере, на востоке, надо аккуратно к этому подходить. Я думаю, что это цепная реакция. Раз уже успешно работающие предприятия, променили эту технологию, и у них получилась идет экономия и объем производства продукции, то пойдут и все. Ну, и как ты воспринимаешь эту технологию? Если у тебя пойдет, пойдет по всей стране. Знаете, технология хорошая. Мы уже даже обсуждали, когда засуха, да, мы посеяли, и утром приходишь, хоть и жарко, и вот здесь получается, тут вот влажно, здесь сухо вверх, а там влага. И когда вот дождик проходит, и постоянно влага. Это вот последние годы, что у нас засуха, вот это нас спасает. Это, ну, мне кажется, самый лучший момент в этом. То есть ты приветствуешь эту технологию? Только за. Ну, посмотрим, что у тебя получится. Но я еще раз говорю, пахота в отвал, мы переворачиваем пласт, и это все перегнивает, это дает гумус почве удобрения быстрее, эффективнее. Здесь мы без оборота пласта, да, экономим, делаем за счет внесения комплекса удобрений, и даем урожайность также, прежде всего. Ну, в какой-то степени вот это все не так будет перегнивать, как... Ну, хорошо, что у нас еще зима и весна такая влажная, но будет способствовать. Чуть-чуть влаги есть, я согласен. Поэтому я думаю, что какую-то часть площадей твоих посевных надо оставить и пахать с оборотом пласта. Поэтому что-то ты будешь пахать. И сравнивай. Сравнивай, особенно в будущем году, что будет здесь, что будет с оборотом пласта. По пахоте. А потом, если все нормально пойдет, ну, будем постепенно переходить не только здесь, но и по стране будем переходить активнее на эти технологии. Но при этом тебе сорняки надо убивать. Обязательно. То есть без обработки. Лифосаты, как он говорит, наверное, с осени. А потом обработка, химпрополка должна быть очень ответственная. Очень. Надо иметь в виду, что люди тут непростые. Здесь дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрение, надо внести. Положено обработать, там, химпрополку сделать за сутки. Надо это в это время сделать. И столько раз, сколько надо. Ну, а на рапсовое поле надо, может, больше десятка раз заехать за период вегетации. Конечно. Удобрение, там, обработка. Если ты хочешь иметь 60 центнеров урожайность, это наша перспектива и стратегия. Экономия бешеная. Что один раз пройти и посеять, а что? Ну, вспыхать, обработать, там, и пошло-поехало. Десятки раз надо трактора гонять. В этом плане, по оптимизации, нам надо идти этим путем. Людей больше не будет. И не надо, лишних людей не надо. Нам надо этих оставить и заплатить хорошо. Поэтому вот это стратегия наша. Тебе надо посмотреть по области, где как пойдет. Везде надо попробовать. И даже на самом крайнем севере у тебя. Вверх Медвенске. Да, надо попробовать, что у нас получится. Но аккуратно. Пока новое не сделано, чтобы будем трататься на месте. Чтобы не трататься, рвануть надо все это модернизировать. Чтобы рвануть, ты начинай с людей. Обязательно. Начинай с людей. Железная дисциплина ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, получишь деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина. Объясни людям. Не надо их, хочешь работать, не хочешь, не надо. Без него никуда не уволиться. И никто его на работу не примет. Не только в этом районе, но в другом, пока он разрешения не даст. Хватит, дурница закончилась. Я часто говорю, если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке. В Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому вот надо двигаться, двигаться, двигаться. Никакая-то не диктатура, не крепостное право. Просто нужно сейчас сжал зубы, выдержать. Выдержим, будем жить. Так и действуем, товарищ Павел. Поэтому если мы будем видеть у вас результат, так мы к вам будем приезжать, помогать. И финансово, и техника, и все остальное. Тот, кто дачу дает от этой техники, от финансово, ну почему ему не помочь? Вот единственная формула. Топливо, удобрение, покупай сколько хочешь. Где-то чуть-чуть, мы и так всем помогаем, дай бог. И дотации, и кредиты, и авансирование. Ни одна страна так не помогает. Но должна быть отдача. Не было бы такой помощи, не было бы такого хозяйства. Ну и смотрите, главное же не произвести, как у нас раньше было, продать. Поэтому ищите любую щель для того, чтобы продать свою продукцию. Мы будем помогать стратегически, я еще раз говорю. Поможем вам переработать молоко, чтобы вы сами перерабатывали. Но производить надо эксклюзивный товар. Просто молоко в масло превратить и высушить там сыворотку или еще что-то, это, знаешь, это мы уже прошли. Это надо где-то делать, но мы прошли. Вы должны создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять за этим. А ниш свободных предостаточно. Просто надо шевелиться. Ну, в общем, этой технологии быть. Быть, Александр. Быть. В следующем году мы сделаем окончательные выводы. Именно здесь, здесь. Поэтому, да. Да, крупное хозяйство, крупные, я говорю, ну... Мы еще посеем нечмениваем, мы часть. Да, 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 да. И пшеницу посеем. Но главное, я говорю, это технологии. И на одном поле. Нет ничего удивительного в Гродненской области. Они просто технологично все делают. Они молодцы. Вовремя посеяли, вовремя обеспечили уход и уборку. И они имеют результат. Все надо делать вовремя и по технологии. А у нас здесь этого не было. Да, чуть-чуть мы их двинули, но не везде. Вот такой подход. Смотрите, ребята, чтобы была дисциплина. Это дисциплина кадровая. Если ее не будет, и тут не будет дисциплины технологической. Это подумать. Вот все, ребята. Так что действуем. Спасибо. Успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.